В Светошинском райсуде Киева сегодня собирались слушать отчет прокуроров о проведении дополнительного следственного эксперимента по делу экс-беркутовцев Оброскина, Зинченко, Янышевского, Маринченко и Тамтуры, которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014-го. Что из этого вышло, знает Ирина Романова. Судей сегодня немноголюдно. Родственников погибших майдановцев нет. Взади только родные подсудимых, прокуроры и адвокаты. Прежде чем приступить к отчету о дополнительном следственном эксперименте, который стартовал на улице Институтской в конце марта, защита заявляет ходатайство об отводе двух экспертов и прокурора. Я не доверяю всем экспертам, потому что много разов под час судовых заседаний встречались вещи, которые у меня, как у защитника, вызвали обгрунтованные сомнения в их упередливости. Прокурор Псюк, он на месте принял решение. Вымога моя была незадовольна. Не удовлетворил, по словам адвоката, прокурор и другую его просьбу, разрешить подсудимым участие в следственном эксперименте, хотя закон такое право им дает. Против участия экс-бергутовцев в следственном эксперименте и другие прокуроры мотивируют тем, что на улице обвиняемым невозможно стопроцентно гарантировать безопасность. Впрочем, за этим отказом больше сквозит страх, что берпутовцы могут попросту сбежать, как сделали это на прошлой неделе, их харьковские коллеги Гончаренко, Войлоков, Костюк и Мастега. Их, напомню, задержали в июне прошлого года. Троих отправили под домашний арест одного в СИЗО. 6 апреля апелляционный суд Киева выпустил Гончаренко из-под ареста. Сразу после этого все четверо совершили побег в Россию. Выехали они на территорию Российской Федерации 11 апреля. По состоянию на 11 апреля все четверо, Мастега, Гончаренко, Войлоков и Костюк, не имели никаких мер пресечения в отношении себя и не обязаны были воздерживаться от выезда за границу. Не успели беглецы пересечь границу, как на Ютьюбе появилось записанное ими видеообращение с заученными фразами, где объясняют, чем же им не угодила Украина. Когда 7 апреля 2017 года Сергей Горбатюк, начальник департамента спецрасследований ГПУ, во всеуслышание заявил и начал угрожать судям апелляционного суда за то, что они посмели выпустить Харьковский Беркут на свободу уголовным преследованием, находиться на территории Украины нам просто опасно. Напомню, ранее Россия уже приютила 12 экс-бойцов украинского Беркута. Тем временем дела Зинченко, Оброська, Найнишевского, Тамтуры, Маринченко рассматривают уже полтора года. Сегодня ходатайство защиты об отводе экспертов и прокурора суд не удовлетворил, но к отчету о следственном эксперименте не перешел. Обвинение попросило продлить срок. Под час судового процесса мы получили новые видеозаписы, таким образом возникла необходимость проверить и эти доказы так же. Мы просили до липня, сторона защиту поставила вопрос продолжения до листопада. Мы про это не заперечиваем. Своё ходатайство заявили суды адвокаты разрешить участие в эксперименте их подзащитным. Судьи продлили его до 1 сентября, но решение участвовать экс-беркутовца в следственных действиях или нет, переложили на прокурора. Следующее заседание состоится через неделю. Обвинение будет просить оставить под стражей обвиняемых еще на два месяца. Ирина Романова, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер.